16 октября по всей республике под лозунгом «Креативное образование и инновации. Основа развития нового Узбекистана» стартовала Международная неделя инновационных идей «Инновик-2023». Организатором мероприятия, проводимого ежегодно с 2018 года, выступает Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. Данная площадка дает возможность молодым предпринимателям продемонстрировать свои инновационные технологии, продукты и проекты, прототипы или модели для различных сфер деятельности. 17 октября состоялось открытие «Инновационная неделя» и «Волмалыки». Представители филиалов двух учебных заведений Ташкентского государственного технического университета и Национального исследовательского технологического университета МИСИС организовали выставку научных разработок и ознакомили гостей мероприятия, в том числе инвесторов и руководителей городских организаций, инженерно-технических работников производственных объектов, какие преимущества имеют их проекты. Значит, здесь представлены у нас три кафедры – горное дело, металлургия и АТПП. Сегодня мы хотим показать, продемонстрировать наши достижения, так сказать. Эти достижения показывают, что мы работаем научно, и мы стараемся как бы улучшить производство и принести пользу для государства, для Узбекистана, потому что мы в основном вот на кафедре металлургия можем продемонстрировать, как мы используем отходы. Эти отходы, они токсичны. То, что мы эти отходы токсичны перерабатываем, мы их изымаем из природы, и мы используем их еще в производство, плюс ко всему. Некоторые вещи внедрены в производство. Вот, например, биллоуглеразмульных мельниц. Там используется дорогостоящий сплав. Мы будем использовать простой сплав, но зато рабочую, так сказать, поверхность мы будем упрочнять специальным сплавом прочным, износостойким. Также на кафедре металлургия мы восстанавливаем отходы от алюминиевой промышленности, то есть шлаки, это алюминий 2О3 и различные примеси всякие. Мы их используем, восстанавливаем алюминий, и делаем из них отливки. Вот, какие мы используем инструменты, какие мы используем химикаты, вы можете все увидеть. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы внедрить наши, так сказать, разработки в производство. В актовом зале Алмлыкского филиала ТГТУ прошла презентация работ молодых исследователей. Были представлены подробные расчеты затрачиваемых средств на оборудование, сырье и рабочий персонал, а также названа прибыль, которую можно получить при реализации проекта и другие положительные стороны. Что примечательно, многие темы касались решения актуальных для нашего города проблем, таких как защита окружающей среды, улавливание и переработка выбрасываемых в атмосферу газов и пыли, изготовление щадящих и декоративных частей для строительства детских площадок и спортивных залов из вторичного сырья, методы производства огнеупорных материалов, поддающихся более высокой температурной обработке. В этом месте при помощи принтеров мы разработали конструкцию для фильтрования наших газов. Каждодневной нашей проблемой в Алмалаке является выход газа. Что мы предоставляем? Мы предоставляем фильтр. Что оно из себя представляет? Мы при помощи компрессии берем воздух под каким-то давлением, направляем воду. Вода направляется в саму фильтр. Газы, которые формируются в нашем воздухе, они улавливаются при помощи воды и фильтруются у нас, задерживаются в воде. Что мы дальше делаем? Воду мы откачиваем с нижней емкости, с нижней емкости и берем ее на переработку. Мы можем ее отправлять и перерабатывать наши газы, улавливать газы. А переработанную воду дальше используют в нашем фильтре. В мире есть аналоги такого фильтра, но в нашем Узбекистане нет пока аналогов. Мы хотим внедрить нашу индустрию. В рамках недели ожидается подписание множества соглашений о сотрудничестве и ряда успешных инвестиционных контрактов. Напомним, что форум продлится до 20 октября. Все желающие жители города Алмалыка, ученики общеобразовательных школ и учащиеся профессиональных колледжей также могут посетить выставку, ознакомиться с экспонатами и получить вдохновение для реализации собственных идей в будущем. Представленные проекты будут оцениваться специально созданной рабочей группой и по завершению форума авторов наиболее успешных разработок поощрят соответствующими подарками.